итак всех снова приветствую сегодня у нас 33 выпуск рубрики под названием альткоины на иксы быстренько пройдемся по вашим альткоином которые вы оставляли комментариях под прошлыми роликами и соответственно в телеграм-канале как я сказал прошлом ролике немного приболел поэтому но сегодня будет кратко так сказать что касается основного портфеля пинел получается вышел опять в ноль принципе пока что ничего не заработали ну и соответственно ничего не потеряли а это именно то что мне сейчас и нужно пока bitcoin находится в жесткой консолидации главное чтобы пинел оставался как можно дольше на плаву и так первый на разбор у нас актив под названием хай на самом деле довольно интересная техническая часть я считаю то что по нему уже закончилась полноценная жесткая коррекция которая с прошлой вершины составила минус 90 процентов в общей сложности и в данный момент актив дает потенциал на риск в размере минус тридцати трех процентов а также случае роста первая цель может составить примерно сто семь процентов профита а также очень важный фактор то что 5 августа это получается одним проливом ранее по биткоину хай удержал последнюю зону поддержки восемьдесят четыре цента получается будем работать от второй цели потому что 1 особо не дает всего лишь 36 процентов профита вторая сто семь ну и третье в идеале конечно же забрать где-то двести пятьдесят процентов профита если рынок даст забрать еще вот такой пам то конечно же это будем делать но пока что будем накапливать его в диапазоне цен от двух долларов шестидесяти трех центов до восьмидесяти четырех центов ведь это основная медвежья фаза по этому активу я лично обязательно его сегодня прикуплю и так ищу на бирже байнер актив хай торгового пара кьюсь детей и покупаю по рынку как всегда ровно на 20 долларов так проверяем хайки из детей до начинаем накапливать новый актив все отлично идем дальше следующий на разбор у нас селд к сожалению я точно его покупать сегодня не буду либо к счастью тут уже сами выбирайте идет нисходящий тренд постоянно обновление дна закрепления на какой-то из ближайших зон поддержек точно нету но и последняя зона поддержки считаю ближайшее время будет также пробита поэтому глобальный опять же пролив не закончен точно сюда сегодня лезть не буду и никому не советую до тех пор пока не будет плотного закрепления тут уже сами смотрите но я точно обойду его сегодня стороной далее и тен тоже ситуация не такая уж и позитивная риски поэтому активу составляет примерно 97 процентов потенциальной коррекции именно здесь находится последняя зона поддержки но если рассматривать вот этот локальный уровень то мы с вами можем ну как минимум рассмотреть вот эту коррекцию получается в этом случае она составляет минус тридцать девять процентов потенциальной коррекции с одной стороны в принципе да поддержка локально есть получается с 2020 года но все же риски для меня сверх высокие потому что во время такого поведения биткойна актив может очень сильно пролиться да и к тому же буквально недавно эта зона локальной поддержки была затронута не факт то что будет удержание в следующий раз максимально спекулятивный актив а также произошел памп в размере 300 процентов довольно неплохой да кстати ну и к тому же на бирже байна с его нету поэтому я по-любому обойду его стороной а так на бирже кукой он существует поэтому можете принципе обратить внимание но я не буду покупать его то же самое могу сказать и про клв с прошлого разбора он уже скорректировался на 27 процентов последняя зона поддержки сместилась уже два раза и теперь она находится получается вот здесь вот обновление дна идет постоянная плотного закрепления нету также иду мимо далее а шанс то же самое идет постоянное обновление дна глобальный пролив не закончен удержание ближайших зон поддержек нету также иду мимо не останавливаясь в лд есть какое-то локальное закрепление над зоной поддержки 1 доллар 14 центов но несмотря на это все же риски очень высокие да и к тому же пока что цена актива уперлась зону самого крупного накопления непонятно что будет рост либо продолжение коррекции а вообще максимальные риски это минус 90 процентов поэтому будьте крайне осторожны именно здесь находится последняя зона поддержки возможно не сейчас возможно через полгода возможно через год этот объемный блок диапазон цен которого 65 центов и 17 центов будет затронут однозначно это очень часто происходит на менее ликвидных активах а именно на литкоинах который имеет слабую поддержку с одной стороны вроде бы и коррекция произошла очень сильная и одна из последних крупнейших зон поддержек была удержана но последняя зона поддержки находится очень низко если и будете его покупать то я вас прошу рассматривайте исключительно покупки от зон поддержек получается первый раз по-хорошему закупиться случае коррекции 1 доллар 14 центов 2 65 и в идеале конечно же зацепить еще последнюю если будет рост ну что ж поделать будете собирать урожай умеете работать именно от двух вариантов исхода событий случае коррекции нужно знать где откупать а в случае роста надо знать когда продавать ну и соответственно переставать накапливать следующий актив стрк я его уже разбирал получается с 1 доллара 40 центов примерно давайте посмотрим как он скорректировался с того момента уже на минус 70 процентов и мне до сих пор люди говорят то что знаешь этот актив все же покажет себя да окей только если бы я послушал вас и купил бы его здесь то сейчас моя бы просадка составляла минус 70 процентов а если вы посмотрите на пенел моего портфеля он находится в нуле вот как бы думайте что делать вкладывать в один актив все средства как сделали многие кстати до сих пор пишут мне комментарии про этот токен ну либо уметь правильно распределять свой фиат что касается сегодняшней ситуации да есть удержание зоны самого крупного накопления но вы посмотрите на эту ликвидность она просто ничтожная то есть ее не хватило даже чтобы пробить вот эту зону сопротивления а это и означает то что по стрк начался полноценный медвежий цикл но он уже давно идет но здесь видимо может быть будет какое-то закрепление и на сегодняшний день максимальные риски составляют минус 46 процентов опять же максимальный потому что тут есть поддержка но цена актива ни разу ее еще не касалась после самого начала торгов на бирже байнанс поэтому хотелось бы увидеть полноценное закрепление с отскоком и возможно в будущем я тоже к нему присмотрюсь но сейчас точно нет его укатали в днище за очень короткий период времени прошло меньше года а он уже скорректировался на 99 процентов поэтому но я пока что не хочу вот посмотрим даже вот на прошлые локальные фазы когда люди очень грамотно вроде бы купали сколько она составила 54 дня но грубо говоря два месяца сейчас актив находится в консолидации локальной также два месяца и вы понимаете что может произойти ближайшее время очень много людей понадеялось вот на этот рост когда мне писали вот наконец-то рост пошел но посмотрите что происходило в прошлой консолидации тоже самое рост составил также 35 36 процентов и после этого коррекция на 70 процентов но что смеетесь ну зачем мне сюда вкладывать деньги вы уж сами решаете я ни в коем случае не хочу назвать там кого-то глупым я тоже далеко не профессионал я можно сказать начинающий среди всех инвесторов пользуюсь чем умею но вот эта картина меня точно не привлекает если будет памп ну что ж поделать буду локти кусать как принципе все хомяки ну идем дальше и так далее сайбер с последнего разбора он корректировался на минус 45 процентов цена актива ушла в зону риска а именно место где объемы крайне слабые поэтому тут уже как бы тоже ситуация не лучшая ликвидность по этому активу падает и проливы они крайне страшные поэтому точно нет сегодня обойду его стороной сей актив можно сказать нашел свое локальное дно теперь можно сказать то что зона поддержки 28 центов это довольно сильная поддержка и получается с этого места он вырастал на 78 процентов лично я не хочу сюда лезть потому что актив довольно свежий очень много флэтов и неизвестно где ловить какие-то среднесрочные цели но по крайней мере мне сложно здесь работать если сегодня я куплю сей то по классике точнее по своей работе я буду пытаться ловить зоны сопротивления как принципе я и всегда это делал я работу по границам глобальных крупных объемов вывод я особо здесь не заработаю потому что зоны сопротивления находится на крайне маленьких расстояниях это семь процентов 18 28 38 в общем то и так далее возможно в долгу есть смысл присмотреться но сейчас нужно дождаться какой-то консолидации рост произошел и довольно немаленький среднесрочный и поэтому есть смысл подождать закрытие гэпа которая произойдет обязательно в средний срок точно нет лично мне здесь делать нечего итак следующая шефти пробил свое дно обновление произошло и пока что цена актива не вернулась на свои старые значения последняя зона поддержки в прошлом получается было сейчас отмечу на 14.9 центах в данный момент тоже она играет роль зоны сопротивления поэтому во время формирования зеркального уровня точно нет смысла лезть в активы тоже говорю сегодня а шефти нет на самом деле в прошлом были какие-то малейшие перспективы где-то вот в этой зоне все же были надежды на удержание последней зоны поддержки но к сожалению они не произошли такие дела идем дальше итак эфириум classic ну что ж у нас есть удержание зоны поддержки 18 долларов 32 цента и на самом деле это довольно неплохой кандидат на сегодняшнюю покупку во первых у нас есть огромнейшая поддержка на уровне 10 долларов 45 центов сегодняшних цен это минус 43 процента потенциальной коррекции а также зона поддержки как я сказал ранее 17 долларов 87 центов была удержана я извиняюсь возможно неправильно сказал 18 долларов 33 цента это сегодняшняя цена ближайшая зона поддержки это 17 долларов 87 центов с этим разобрались так вот я подожду еще неделю посмотрю как поведет себя цена актива ближайшее время случае полноценного закрепления над этой зоной поддержки я буду сюда заходить и начинать его накапливать цели скорее всего буду долгосрочные но и на самом деле среднесрочные цели тоже можно рассматривать вот допустим 2 цель сегодняшних цен дает уже 76 процентов потенциального профита но скорее всего будут долгосрочные цели у меня поэтому пока что я ставлю галочку на него возможно на следующей неделе начну накапливать оставляйте заявки и обязательно разберем его еще раз xmr на бирже байнерс его больше нету но несмотря на это основная консолидация продолжается вы посмотрите вроде бы это листинг был с бирже байнерс но он как продолжал свою консолидацию так в принципе и идет дальнейшее накопление 851 день цена актива не опускается ниже 92 долларов это круто на самом деле вполне возможно то что ближайшее время мы увидим какой-то возможно долгосрочный рост но опять же я рассчитываю то что по биткоину ближайшее время должна произойти какая-то консолидация перед выборами сша потому что они уже совсем скоро и все долгосрочные активы я так сказать отложил на второй план вполне возможно я смогу выхватить цены намного дешевле сегодняшних поэтому тоже сегодня с ним подожду за кэш отличный долгосрочный актив к сожалению в прошлом до обновления 1 закрытом чате я рекомендовал фиксировать его вот на этом крайнем пампе мой личный профит составил около 100 процентов но в пике он давал получается снова 1 около 170 процентов накапливал я его достаточное количество времени но к сожалению из обновления дна меня данная ситуация не устраивает я прекрасно понимаю то что сейчас произошел полноценный оскок закреплением над зоны самого крупного накопления но основные глобальные уровни они были смещены таким образом новая зона поддержки находится теперь на 15 долларов 46 центах пока что я его накапливать еще не начал и не собираюсь я покупал его на протяжении двух лет наверное получилось заработать достаточное количество потому что даже 2x а на протяжении двух лет я вкидывал достаточное количество денег у меня получилось заработать нормально такие дела идем дальше tx это актив который будет расти наверное всегда вы сейчас сами подумайте то что основной блокчейн на сегодняшний день на мой личный взгляд это tx если я покупаю юс детей то обязательно в сети трон если покупает даже юс диси у меня также сеть trc 20 ну и плюс холодные кошельки если я что доплачиваю либо перевожу кому-то криптовалюту то обязательно в сети trc 20 и соответственно за процедуру перевода я оплачиваю комиссию видит rc 20 то есть я всегда пользуюсь троном это только я один поэтому мне кажется trx будет расти до тех пор пока его не прикроют будет ли это или нет пока что понятия не имею но покупать его на хаях точно не советую но я лично не буду это делать он у меня всегда куплен то есть мне всегда приходится его покупать даже сейчас чтобы элементарно оплатить комиссию на холодном кошельке и большинство людей также это делают далее актив под названием rose получается цена вышла за зону самого крупного накопления и теперь в моно играет роль поддержки но опять же необходимо дождаться следующей неделе посмотреть будет ли прям полноценное недельное либо месячное закрепление уже делать какие-то выводы пока что я обойду его стороной неплохой актив для того же среднесрочного заработка но по-хорошему было покупать вот здесь вот конечно я этого не сделал теперь что ж будем ждать дальнейшего движения цены активы посмотрим что будет дальше на сегодняшний день есть более перспективные активы для среднесрочного и соответственно долгосрочного накопления пит слишком новый актив к сожалению идет постоянное обновление дна какой-то поддержки пока что не образовалась вижу лишь зеркальный уровень который когда-то был поддержка теперь сопротивление именно 36,8 центов точно нет ну и последний на разбор токен фай слишком новый актив его на бирже buy нас нету поэтому я точно его не прикуплю сегодня если вас устраивать данная техническая часть то так сказать милости просим потому что как ни крути но отскоки вот зон поддержек они есть и довольно сильные особенно вот этот над зоной самого крупного накопления которые находятся три с половиной цента явный отскок произошел вот я про это часто и говорю то что от зон поддержек очень часто происходят отскоки в обратную сторону это зависит либо от откупа либо от продаж соответственно что касается сегодняшних рисков лично на мой взгляд я считаю они составляют но не выше минус 33 процентов поэтому так сказать все в ваших руках но я его купить не смогу элементарно поэтому тут уже сами думаете стоит вам сюда вкладываться или нет но в любом случае объемные блоки довольно крупные лесенка очень хорошо выглядит и я бы наверное присмотрелся к нему больше да чем нет и так ну что ж сегодня день крайне не рыбный это конечно же связано еще с моим состоянием поэтому такие уж дела пенел продолжает находиться в нуле пока что прибыли мы здесь не видим ну и минусов также мы с вами не наблюдаем ждем окончания выборов сша и посмотрим к чему они приведут а с вами вынужден прощаться всем желаю гигантского профита еще больше терпения ну и собственно всем пока пока пока